Вообще воды нету. Я плачу, каждый месяц плачу. За что плачу? За что? У меня мужа нету. Я одна с детьми живу. Что делать, скажите? Покупаю баклажками воду. Каждый год, вот сезон, вот это сезон, летнее время, вода не бывает у людей. Не первый раз это. Многоэтажные дома вообще страшное положение. Неужели руководство республики об этом не знает? Если не знает, приезжайте, посмотрите. Если знаете, решайте вопросы в конце концов. Ну сколько можно этот народ будоражить, мучить и так далее. Застарелая проблема создает большой дискомфорт. Из-за отсутствия воды жители отдельных районов уже доведены до отчаяния. Мы думали, что в трубе как бы, да, не достает вот эта вот наша труба до центральной. Вызвали сварщика, заплатили деньги, приварили, сделали как надо. Глубже опустили эту трубу. Все равно воды как не было, так и нет. Вода в этом доме на улице Валентина и Мирова не идет с мая месяца, жалуются хозяева. Они покупают ее в магазине или набирают в горводоканале. Население этого города, по официальным данным статистики, около 60 тысяч человек. Вода в кране, по словам местных жителей, практически не появляется у большого количества людей. А два водовоза, бесплатно предоставляемых горводоканалом, не всегда успевают развозить питьевую воду по улицам, на что жалуются горожане. Поехать на родник, воды набрать. Нету, почти месяца воды нет. В горводоканале нам сообщили, что проблема с водоснабжением в городе существует не первый год. Она застарела и требует системных решений и существенных вложений. Вода в Избербаш по водоводу поступает из Каспийска. Расстояние 45 километров. И на пути у воды возникает немало препятствий. Пока эта вода до нас дойдет, с Каспийска до Избербаша, четыре населенных пункта другого района присоединенные есть к этой воде, трубе. Оттуда тоже очень большое уходит количество воды на эти районы, населенные пункты. Помимо этого есть база отдыха, есть теплицы, парники, которые врезались туда незаконно. Мы-то проводим по ним работу, выезжаем фактически через два дня, через три дня каждые выезжаем и отрезаем их. Но все равно, как мы оттуда уезжаем, они могут тот же вечер подключиться опять. Еще одна трудорешаемая проблема и, пожалуй, основная, по словам руководителя горводоканала, ветхость междугороднего трубопровода и самих внутригородских коммуникаций и резервуаров. Они были установлены еще в 80-е годы. Население города и близлежащих населенных пунктов существенно увеличилось. И теперь изношенные трубы зачастую попросту не выдерживают возросшего давления и лопаются. Постоянные аварии не позволяют в полном объеме подавать воду в город. Четыре дня назад собирались люди здесь, горожане из Избербаша. С ними у нас была договоренность, что мы начнем, составим график, закроем основные улицы, куда вода идет. Составили график и будем подачу воды осуществлять те районы, в которые не доходят эта вода. Вот пока мы придерживаемся вот таких. Чтобы решить проблему перебоев с подачей воды, необходимо полностью заменить водовод и обновить резервуары, пояснили в администрации города, а это сотни миллионов рублей. Для этого еще в 2008 году был разработан специальный проект реконструкции коммуникации. Но 12 лет с каждым годом проблема только усугублялась. И только в этом году власти республики послам замглавы Избербаша обратили на это серьезное внимание. Предусмотрели начало строительства этого водовода уже в этом году. В этом году примерно после завершения проектных работ, то есть уже проект на смену документации существует, ее корректировка идет. После завершения корректировки в этом году планируется приступить к началу строительства вот этого водовода. А пока, чтобы улучшить ситуацию с водоснабжением, мэрия направила в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана на согласование график подачи воды из Каспийска в Избербаш и населенные пункты Карабдахкенского района. Потому что одним водоводом пользуются два муниципалитета. И вот график подачи воды, который мы им предлагаем. Для Избербаша круглосуточно, соответственными от Избербаша я и все Манаскент, эти все контактные номера, представители водоконтуры, глава. До нормализации водоснабжения сотрудники горводоканала, по их словам, по мере необходимости продолжат и дальше бесплатно осуществлять подвоз воды и регулировать ее подачу на разных участках в городе, исходя из необходимости.